В проведенном анализе пожаров, произошедшего с текущего года по сегодняшний день, у нас на территории района произошел 41 пожар. Погибло 7 человек, получило травму 5 человек. Из-за анализа пожаров и мест их совершения у нас установлено то, что 76% пожаров происходит в жилом секторе. Это жилье в населенной пункте дачи СНТ. Что хотелось бы отметить по профилактике. Первое, что нужно своевременно следить за своей электропроводкой. Ни в коем случае не перегружать сети. Что это значит? Не надо мощные электроприборы включать в одну розеточную группу. Нельзя пользоваться самодельными электроприборами, удлинителями, электроприборами, имеющими видимые повреждения, скрутки, потери изоляции. Также ни в коем случае нельзя пользоваться неисправным электрическим и печным отоплением. Что это значит? То есть при устройстве печи мы должны соблюдать такие понятия, как разделка и отступка от сгораемых материалов. Чтобы всегда была притворно закрыта топочная. При топке печи запрещается рядом складировать горючий материал, вешать белье, сушить белье. И также, конечно, хочу отметить то, что нельзя ни в коем случае оставлять при детей одних в доме. В том числе при топке печей, когда работают электроприборы. Если есть источники зажигания, это спички, зажигалки, надо убирать в недоступные места для детей. Ну и, конечно, ни в коем случае, еще раз повторяю, не оставлять детей одних. Потому что только под нашим присмотром мы сможем сохранить детей, жизнь, здоровье и спасти свое имущество.